Новосибирский трамвай номер 13 разрисовали граффити. Команда художников «Так надо» восстановила на вагоне те же рисунки, что были на стене во дворе гостиницы «Центральная». Это все приурочено к 125-летию Новосибирска и 20-летию НГС, которые отмечаются в этом году. Ура! Собственно, я процитировала сейчас новость с этого же самого НГСа. Я люблю так делать. Молодец. Хороший портал. Мы все так и делаем, конечно. Александр Гафонов, главный редактор портала. Доброе утро. Доброе утро. Иван Ягда, координатор проекта «Арт-трамвай». Здравствуйте. А я. И Марин Ягда, художник стрит-арт-команды «Так надо». Ку-ку. Привет. Ну что, друзья, как так получилось? Почему трамвай? Почему эти рисунки? Марина, это вообще изначально ваши рисунки были на стене, да? Нет. Это несколько художников. Я тоже участвовала при создании этих рисунков, но именно эту стену делали 4 автора. И вы среди них были? И я среди них. И перенести все это на трамвай предложили вы? Или кто-то? Предложил я. Так, почему? Мы сидели в редакции, обсуждали, как бы нам отметить 20-летие НГС. И чтобы такого интересного можно было сделать, в этот момент мимо проехал трамвай номер 13. Давайте вандализмом займемся. Нет, в этот момент проехал трамвай номер 13, на сайте выходила заметка про то, что вернут сибирский арт, что рано или поздно графики замечательные вернутся когда-нибудь на стену. Мы подумали, слушайте, это крутая идея, у нас есть 13-й трамвай, и есть крутые графики, которые очень хочется вернуть городу. Все благодаря новостям на сайте НГС. Так вот, звезды сошлись, да? Да. А я думал, снова Сергей Жуков там проехался, нет? Ну, он же вот опять приезжал. Он любит в нашем 13-м трамвае ездить. А почему все-таки именно эти рисунки, а не какие-то новые? Потому что новосибирцам, как показывают наши новости, очень понравились эти графики. Вы видели тонны фотографий в Инстаграме на фоне этой стены. Мне самому дико нравятся эти рисунки. Но все-таки их закрасили по какой-то причине. Вы не боялись все это делать так официально? Спросили мэрию, да? Я тоже не поверил, что закрасились. И так праздником вам разрешили раскрасить трамвай? Неужели все так просто в этом городе? Ну, мы вообще ничего не боимся. Но да, это было довольно просто. Видимо, в трамвайном депо нужно было делать ремонт. Друзья, слушайте, а давайте пусть они разукрасят его, и все. И все, и мы типа ремонт сделали, ну. Ну, шутки-шутками, а это близкая ситуация, правда? Да? Они действительно рады. Мы в Новокузнецке рисовали в трамвайном депо, на трамваях уже три. Ах, это не первый трамвай вашими руками. Это не серийный трамвайщик. Поэтому, когда МГС обратились, мы были очень рады, что у нас в Новосибирске тоже появится арт-трамвай. Я почему-то слышал все время про трамваи. А вот как-то троллейбус, автобусы, мне кажется... Саша переживает, что они обидятся. Люди обидятся, ну. Да, надо настигать. Надо продолжить вот это вот. Конечно. Мы только начали. Да, мы готовы. Метро, поезд, самолет. Обнадежьте нас. Когда вы договаривались, вы что-то о перспективе думали? Или после этого трамвая еще один, там что-то еще один? Пока нет. Мы договорились, что этот трамвай будет ездить до тех пор, пока краска не отвалится. 20 лет МГС. 20 трамваев. Что, нет? Легко. Давайте. Сюжетов у Марины в голове, я уверена, много. Мы справимся с такой задачей, конечно. Как те сюжеты родились? Почему именно русские сказки, почему именно эти герои? Сказок много очень. Ну, нам хотелось сделать именно отсылку к стенке, которой уже нет, которая понравилась жителям города Новосибирска, и поэтому рисовали те же художники, и те же как раз персонажи были изображены. А вот если вернуться еще к первозданию этих рисунков, к стене, тогда как определились с героями? Почему? Баба-яга, почему лешик? Потому что тема русских сказок, она очень близка вообще, мне кажется, каждому жителю России и Новосибирску. У вас образование в сфере фольклора. У меня образование в художественной сфере, но мы хотели сделать стенку сибиряками для сибиряков. И мне кажется, что эта история очень понятна. И я думаю, именно поэтому она завоевала столько любви, потому что каждый понимает, о чем идет речь. И в этом есть большая нехватка, кстати говоря. У нас много локальных каких-то штук, то есть мы путешествуем, я думаю, все люди путешествуют. В Новосибирске есть еще какие-то вещи нарисованы вашими руками? Есть. Какие? Где? Про фестиваль окрашен? Ну, вообще есть дворик такой, который концентрирует себе стрит-арт. Мы его начали в том году делать. Собираем там всех наших знаменитостей в уличном искусстве. И не только новосибирских, но и там из Красноярска зовем, из Кемерово, из разных городов. Он находится между Фрунзе, Красным проспектом. Там, где проходит окрашенное. Да, 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 да. Мы рассказывали в их, помнишь? После рекламы вернемся и еще поговорим о трамваях в другом транспорте. Мы с Сашкой, как настоящие журналисты, докапываемся до правды. Их страсти разгораются. И мы начинаем понимать, с чего все началось. У нас в гостях Александр Агафонов, Иван Ягода и Марина Ягода. Доброе утро еще раз. Привет. Еще раз привет. Празднуем 20-летие НГС, 125-летие Новосибирска и новый раскрашенный трамвай. Там появились восстановленные рисунки, которые были на стене во дворе гостиницы Центральная. Их благополучно закрасили не так давно серым цветом. И все стали возмущаться, как так, давайте вернем. Я все же не верила до конца ребятам, что это было так просто. Просто захотели, пошли, договорились и вернули. С чего на самом деле это все началось и почему и как? Давайте не пить историю нам. Конечно, не все так прям с нуля началось. Именно легкая проходка вот эта с трамваем, она, я думаю, что образовалась благодаря тому, что НГС нашли решение ситуации вот этой конфликтной. Здоровый конфликт разросся у нас первый раз только в Новосибирске случилось. Когда закрасили стену. Когда закрасили стену, да. Не просто стену в центре города. Сначала завешали баннером, а в Новосибирске это тоже больная тема, что засилие рекламы происходит, у нас не так он чист. И вот. Потом закрасили, а потом сказали, мы вообще ничего не будем, тут не при делах. И художники возмутились, и народ возмутился. Ну, конечно, закрашивать такое, это, извините, не надпись здесь был, Вася. Ну да, там были нарисованы народные сказки, и поэтому кто-то что-то имел против народных сказок. Как он такой. Покусился на больного. Я из Сибири, да, ну что. Да. Все отлично, патриотично. Ну да. И назрел конфликт, и я так полагаю, он мог перерасти во что-то... До мэрии дошли уже, да. ...во что-то серьезное. И тут вдруг... Ну, он уже разросся, он за двое суток там такой фидбэк получил, что нам с Мариной с утра позвонили, наши знакомые из Архели. Берегитесь, завтра вас повержут. Они сказали, берегитесь, завтра с утра мы идем к Анне Васильевне Бережковой в кабинет обсуждать эту проблему. Так. Вот, искали решение, и пытались придумать, каким образом собственнику рассказать о том, что это очень важный объект для Новосибирска, что это центр самый, что нужно его не серым оставлять, а разукрашивать, беречь такие вещи. Ну, и вот. Ну, просто так не дошло, и тогда ввязался НГС, да? Ну, не то, что просто так не дошло. Мы сходили на встречу, на самом деле. Но она ничем особо не закончилась. Да, да, она ничем особо не закончилась. Там видение другое немного у собственника. Ну, это его стена, как хочет, так и заношует. Хочу серая, пусть будет. Да, понятно, да. Да, пока она стоит серая. Новосибирск, серость. Парава! Это символ. Не, он, в принципе, готов разрисовать ее, но... Ну, не так. С условиями, да. Хочу, чтобы там было мое лицо. Очень похоже, да? Пожелания какие-то свои, в общем, начну высказывать. Пока вы высказываете пожелания, пока мы там в перепинании, когда вы здесь спорили. Мимо проходил Александр Акафон. Да, правильно. Примерно так и было, да? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы на трамваях и любезда. Необычный объект для уличных художников, которые чаще всего рисуют на стенах. Трамвай — это такая прям... тоже что-то красивое. Мы там не рисовали, но ребята постарались. Да, мы украсили внутри трамвая наклейки, которые рассказывают про нашу народную премию НГС. Это премия, которую в этом году мы учредили в честь 20-летия. Грубо говоря, читатели сами выбирают в 10 номинациях лучшие компании Новосибирска, которые они предлагают наградить. Читатели покажут нам пальцев на эти компании. Компании в любых сферах вообще это же огромное. Нет, в 10 номинациях. Мы еще успеем поучаствовать в голосовании? Да, вы точно успеете. Тогда оглашайте весь список, пожалуйста. Оглашаю весь список по порядку. Мы предложили голосовать за лучшие компании в номинациях ресторан года, отель года, турфирма, торгово-развлекательный центр, супермаркет, кинотеатр, фитнес-центр, салон красоты, медицинский центр года и агентство недвижимости. Все эти компании как-то участвовали в новостной повестке НГС или это просто? Нет. Наш салон красоты попадает нормально. Какой салон красоты? Ну, наш, ну. Радио 54? Проснулся в 52, это и красиво. Я к тому, что что-то я не вижу номинации, в которых мы могли бы поучаствовать. Саша, это люди предлагают в компании, они все, короче, скромнее будь. Хорошо. Поучаствовать можно в голосовании. До какого числа продлится? На сайте НГС, да? Да, на сайте НГС, до 20 мая. Что получит победитель каждой номинации? Победитель получит огромную такую весомую геометку, это символ народной премии. Получит она из рук ведущей Лены Летучей, которая, вы помните, очень много ругает бизнес. Новосибирск? Да, мы решили, да не только Новосибирск что уж, мы решили заставить ее теперь похвалить бизнес. Вот, и дипломы получат. Что-то еще, какие-то празднования 20-летия намечаются, кроме раскашивания трамвая и народной премии? Или пока на этом остановимся? Пока на этом остановимся, хотя у нас есть идея сделать большой городской праздник. Сейчас мы обсуждаем концепцию и думаем, как это сделать поинтереснее. Ну и, конечно же, руки вверх, да. Вот человек очень хочет, вы видите, он очень хочет поучаствовать, хочет быть ведущим, как он старается, а вы не замечаете. Давайте вернемся к художеству все-таки, друзья, раз у вас не первый опыт в раскрашивании, можно так говорить или это невысокохудожественно? Раскрашивание трамвая. Чем-то отличается процесс работы над вот объемной вещь или то же самое, что на стене, то и на трамвае? Конечно, отличается. Вообще, там есть, это необычный формат, и это движется. Вы рисовали, пока он ехал? Вы бежали за трамваем, махали? Да, такие рисунки, которые могут еще и нормально смотреться, когда трамвай движется. Это интересная задача. Как вы это делали? Вы моделировали это на компьютере? Конечно, мы делали эскизы, потом мы все вместе... Нет, движение, потому что ты не моделировала. Ну, я представляла, да. Все в голове. И те же самые персонажи, которые были, они, конечно, претерпели. Где-то изменились. Да, потому что другой формат, совсем другой, вот этот узенький. Но я думаю, что получилось даже интересней. И сам процесс вообще находиться в трамвайном депо, как будто в каком-то фильме ты находишься. В страшном причем. Мы видели видео, как это происходило. Видео смотрели, да. В ускоренном режиме. Ну, понятно, что это занимает видео, там, минуту-полторы. Сколько на деле происходило действие? У нас было два дня. И вот два дня мы полностью использовали. За два дня? Ну, мы старались. Я думала, вы там месяц жили, честно говоря. Да, ну вы что, ты же с маршрута сняли маршрут. Трамвай 13. Они там и так жаловались, что два дня не будет ездить. У них не хватка. Десятые, не снимайте, пожалуйста. Я на нем домой езжу. Я не выдержу их и так вот по две штуки. Сколько времени? Два дня всего. Сколько краски? Давайте в цифрах. Около 60 баллонов. Ой. А четыре художника. Вам материально-то помогли? Помогли. Хорошо. Сколько человек? Ой, можно я расскажу немножко про художника? Давайте, конечно. Как раз была вещь птица Гамаю, нарисовала ее Айгуль. Потом баба Ига Алена Катана. Надпись вот эта, я из Сибири, автор стихсела. И мой как раз Леша и Марина Ягода. То есть получилось четыре человека. Четыре человека? И каждый отвечал за свой рисунок? А там же была общая такая еще фон красивый там. Это мы все вместе это все делали. И еще надписи от Миши Мака. То есть это такая большая коллаборация. Но до этого ребята нам еще и подготовили трамвай. Все заклеили. То есть работа была достаточно хорошая. То есть то, что было на нем, закрашивали не вы даже, да? Это ребята подготовили для нас. То есть это мы как художники пришли уже на все готовить. Вы пришли как царики, да? Да, нам осталось только покрасить. Кисточкой махнуть. Здорово. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли большой дружной компанией. И с вас напоследок история веселая из жизни обязательно настоящая. Не вранье. Ждем. Давайте расскажу я. Не многие знают, что уличные художники празднуют день рождения. Любимый способ уличных художников празднуют день рождения – это порисовать. В общем. И чем нелегальнее, чем необычнее это рисовать будет, тем круче. Вот, собственно, таким образом решил я… Ну, не краску пить, слава Богу. Конечно, да. Таким же образом решил я свои 30-летия отпраздновать. И когда рисуешь нелегально, нужно, чтобы кто-то стоял и смотрел там, если что тебе… На шухере. На шухере, да, да. И вот… Еще, чтобы кто-то еще снимал. Да. Самое необычное, что в этот юбилей согласился на шухере, представляете, согласилась моя мама. Мама дорогая! Это было и признание моей… 30 лет сыну! Ночью пошла на шухи рисовать. Не ночью, вот эти днем. Не ночью даже? Вот это вы рисковый человек. Да. Так, и чем закончилось? Ну, было пару моментиков, когда пришлось… Когда мама кричала… Псс! Сынок, рвем когти! Честно сказать, она первый раз видела, как я рисую нелегально, и она больше переживала, чем я. Че-то мама в 30 лет до седых волос не довела… Как ужас, как… Ну, в любом случае, расскажите нам хоть где эта красота. Нельзя? Это в Гранаде было, в Испании. А-а-а! То есть, это еще и за границей было… Сначала маму в Испанию отвез об этом-то, он промолчал… А потом попросил на шухи. Я уж думаю, за поездку в Испанию я бы тоже поставила на шухи. Молодцы, друзья! Спасибо большое! Творческих вам дальнейших успехов! Чтоб 20 трамваев красивых накопили! Пока! Пока! Спасибо, да! И мы тоже прощаемся! До завтра!